Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здесь ракета недосягаема как для наземных, так и для космических систем перехвата Чем ближе вы прижимаетесь к Земле, тем труднее наблюдать за полетом ракеты в связи с теми возмущениями, которые в процесс наблюдения вносят атмосферы и ее остатки Этим полетом была подтверждена неуязвимость Тополя-М для всех современных систем противоракетной обороны Уже в самом ближайшем будущем эти ракеты станут основой стратегических ядерных сил нашей страны Парадоксально, но решая конструкторскую задачу преодоления ПРО любого вероятного противника Создатель ракеты Тополя-М Юрий Соломонов ориентировался на боевые возможности российской же системы противоракетной обороны, не имеющей аналогов в мире Эта система сложнейший многокомпонентный комплекс с космическими спутниками, станциями наблюдения и ракетами-перехватчиками Которые гарантируют надежную защиту нашей страны от любых ракетных атак даже из космоса Технологии противоракетной обороны являются важнейшей государственной тайной И сегодня мы впервые можем рассказать лишь о некоторых деталях истории самой секретной победы Советского Союза в Холодной войне Космические снайперы 1953 год, после смерти Иосифа Сталина, почти полгода в советском руководстве велась борьба за власть В этот период руководители страны не уделяли достаточного внимания последним достижениям военной техники В августе произошло беспрецедентное событие, которое впоследствии резко изменило направление военного строительства в нашей стране 15 августа 1953 года Москва, ЦК КПСС, совершенно секретно В ближайшее время у вероятного противника ожидается появление баллистических ракет дальнего действия Как основного средства доставки ядерных зарядов к стратегически важным объектам нашей страны Средства ПВО, имеющиеся у нас на вооружении, не могут бороться с баллистическими ракетами Просим поручить промышленным министерствам приступить к работе по созданию средств борьбы против баллистических ракет Начальник генштаба маршал Соколовский Вместе с Василием Соколовским это обращение подписали еще шесть знаменитых маршалов, в том числе и Георгий Жук Уже в октябре 1953 года Недавно избранный первым секретарем ЦК КПСС Никита Сергеевич Купщев Собрал совещание с крупнейшими военными специалистами страны Для обсуждения идеи создания противоракетной обороны Уничтожение баллистических ракет, летящих со скоростью 7 км в секунду Специалисты назвали фантастикой И только самый молодой из участников совещания поддержал эту идею Это был руководитель радиолокационного отдела совершенно секретного КБ-1 Григорий Кисунько Ему и было поручено создание секретной системы А Так был назван проект экспериментального комплекса противоракетной обороны Я считаю, что задача противоракетной обороны Она значительно более сложной, чем задача создания атомной бомбы как таковой В 1957 году в казахстанской пустыне Бекпагдала Началось строительство секретного военного полигона протяженностью свыше тысячи километров Посреди каменистой пустыни появились локаторы, вычислительный центр и стартовые позиции противоракет Сложнейшей из задач при создании систем ПРО Была необходимость одновременно отслеживать координаты цели и противоракеты Справиться с этим объемом информации не мог ни один человек Тогда было решено разработать ЭВМ Первый советский боевой компьютер работал с невиданной для того времени скоростью 40 тысяч операций в секунду Вычислительная техника сразу открыла вообще огромные возможности для решения задач Для системы А конструктором Петром Грушиным была создана противоракета В-1000 В полете на скорости тысячи метров в секунду Она должна была приближаться к ядерной боеголовке на расстоянии около 10 метров и взрываться Поражая цель облаком из 16 тысяч металлических шариков Первые 12 пусков противоракеты состоялись в начале 1960 года В то же время на космодроме в Казахстане готовился космический старт Юрия Гагарина Это вносило дополнительные трудности И если вести с космодрома были в основном победными То на полигоне противоракет все пуски были неудачными В Москве всерьез обсуждался вопрос о снятии Григория Кисунько с должности И вот наступил решающий момент 4 марта 1961 года С государственного центрального полигона Министерства обороны Капустин-Яр Была запущена в качестве мишени баллистическая ракета Р-12 Совершенно неожиданно перегорел один из 300 предохранителей ЭВМ Оператор сумел заменить его менее чем за минуту Пуск противоракеты был осуществлен всего за 45 секунд до подлета боеголовки к цели И спустя 20 секунд цель была поражена То, что нам удалось перехватить и поразить в полете головную часть баллистической ракеты Это, с одной стороны, послужило, ну, началом, я не побоюсь сказать, целой эпохи Даже военным было трудно поверить в то, что советским конструкторам удалось добиться поражения баллистической ракеты Лишь два дня спустя, когда обломки боевой части были найдены Первое в мире уничтожение ракетной боеголовки в полете было признано свершившимся фактом Первую советскую противоракету В-1000 называли снайперским оружием ядерной войны Но уже через месяц после успешного старта название секретного полигона облетело весь мир А в военном руководстве разразился скандал Как ни странно, причиной скандала стал первый полет человека в космос с космодрома Тюратам Оказывается, для сообщения ТАСС было решено не рассекречивать подлинных географических координат космического старта А просто подобрать подходящее название по орбитальным характеристикам Таким названием стало название Байконур Так, из-за несогласованности специальных ведомств Внимание разведок всего мира теперь было приковано к подлинному Байконуру Откуда стартовала первая советская противоракета В начале 60-х годов от советских разведчиков приходили сообщения о том, что разработка противоракет начата и в США Но в их конструкции было одно важное отличие 23 июля 1962 года Москва председателю КГБ при Совете Министров СССР совершенно секретна Министр обороны США заявил о решении правительства приступить к созданию экспериментальной системы противоракетной обороны В районе базирования баллистических ракет Гранд Форс По сведениям нашего источника, система должна быть оснащена противоракетами с ядерным боезарядом Начальник первого главного управления КГБ СССР Американский опыт решили повторить в Советском Союзе Ядерный заряд на противоракете позволял решить труднейшую задачу Сбивать новые баллистические ракеты с разделяющимися боеголовками Небольшой ядерный взрыв противоракеты в безвоздушном пространстве Мощным электромагнитным импульсом Должен был выводить из строя систему подрыва приближающихся боеголовок Таким образом отпадала необходимость точно попадать в каждую из них Лишившись системы подрыва, ядерные боеголовки становились бесполезными болванками Оставаясь в космическом пространстве Ядерный заряд, как поражающий элемент Он, вообще говоря, очень привлекательный с точки зрения эффективности поражения С полной нейтрализацией боевого заряда Здесь заряд полностью нейтрализуется Взрыв становится просто невозможным Вскоре противоракетами с ядерной боевой частью была оснащена система противоракетной обороны Москвы Этот шаг до сих пор вызывает сомнения у многих специалистов Опасность такой ядерной системы заключается в том Что можно же в провокационных целях запустить не ядерную боеголовку И даже не обычную, а просто болванку И в ответ на это вполне можно устроить ядерный фейерверк над собственной территорией 1972 год Каждый третий рубль советского бюджета тратится на нужды обороны Ценой крайнего напряжения экономики Удалось добиться количественного паритета по числу ядерных ракет с Соединенными Штатами К началу 70-х ядерного арсенала двух сверхдержав Советского Союза и США Было достаточно, чтобы уничтожить весь мир 16 раз Бессмысленность гонки вооружений стала очевидна всем К тому же в Америке на этот момент не было проведено ни одного успешного испытания противоракеты А почти достроенная советская система ПРО гарантировала перехват только каждой двухсотой ядерной ракеты противника 26 мая 1972 года в Москве Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон Подписали договор об ограничении систем противоракетной обороны Каждая из сторон обязывалась ограничить развертывание национальной системы противоракетной обороны одним районом Советский Союз решил достроить свою систему ПРО вокруг Москвы Американцы выбрали базу стратегических ракет Гранд Форс В том же 1972 году первая очередь комплекса противоракетной обороны Москвы была принята в опытную эксплуатацию Параллельно создавалась система дальнего предупреждения о ракетном нападении Для этого в советских границ были построены 7 мощных радаров дальнего наблюдения А в космосе начато развертывание группировки спутников-разведчиков Но к этому времени СССР не мог преодолеть преимущества наступательных ядерных сил США Большинство американских ракет было размещено на стратегических бомбардировщиках и подводных лодках Советские ядерные ракеты базировались в шахтных пусковых установках Что делало их крайне уязвимыми для удара противника Все географические координаты шахтных пусковых установок известны И если представить себе, что по территории Российской Федерации наносится превентивный удар То он будет наноситься по объектам с очень высокой точностью В том числе и системами самонаведения Которые имеют абсолютно определенные географические координаты В середине 70-х годов по инициативе министра обороны Дмитрия Устинова Было принято дальновидное решение о создании мобильных стартовых комплексов для стратегических ядерных ракет Названных «Пионер» и «Тополь» Эти работы были поручены Московскому НИИ «Теплотехнике» В 1975 году руководством США было принято решение о снятии из боевого дежурства противоракетных комплексов Которые так ни разу и не смогли поразить учебную цель Они сняли по той причине, что защита одной базы обеспечивала сохранение не более чем 5% ядерных средств США В 80-х годах было завершено строительство всего комплекса системы противоракетной обороны Советского Союза Теперь она называлась А-135 Это был вообще качественный скачок вперед Это система совершенно нового поколения, которая включала совершенно новые технические решения Отличные от систем предыдущего поколения Совершенно новый локатор с фазированной антенной решеткой Сердцем и мозгом новой системы стал многофункциональный радиолокационный комплекс ДОН-2Н Расположенный недалеко от Москвы Надземная часть комплекса выглядит как усеченная пирамида высотой с 12-этажный дом На каждой из четырех граней пирамиды располагаются современные антенны, до сих пор считающиеся самыми мощными в мире Комплекс ДОН-2Н способен обнаружить пуски баллистических ракет за сотни тысяч километров В считанные минуты определить среди ложных целей ядерной боеголовки И осуществить наведение противоракет Здесь вот в таком, скажем, хорошем сочетании Размещены и средства информационного плана То есть наша многофункциональная релокационная станция ДОН-2Н И недалеко, здесь буквально рядом, находится стартовая позиция противоракетного комплекса Где размещены противоракеты в шахтно-пусковых установках и находятся на дежурстве В случае ракетной атаки поражение цели обеспечивает два эшелона противоракет На расстоянии до 500 километров в боеголовке поражаются ракетами дальнего радиуса действия На ближнем рубеже, при входе в атмосферу, перехват осуществляется высокоскоростными ракетами Аналогов которым в мире до сих пор нет Даже их внешний вид является предметом государственной тайны 1441, обнаружены первые и вторые боевые блоки 1443-20, назначена предстартовая подготовка 1443-26, система ведет противоракетный бой 1443-40, выполнен пуск первой противоракеты На втором месте противоракета, три противоракеты 1443-44, противоракетный бой закончен Боевые блоки поражены, расход три противоракеты 1982 год Отношения между СССР и США предельно обострились В странах Западной Европы началось размещение американских ракет средней дальности с ядерными боеголовками «Першин-2» Время полета этих ракет до Москвы исчислялось минутами Введенный советской стороной односторонний мораторий на развертывание аналогичных ракет на европейской части СССР Неожиданно подвергся резкой критике со стороны президента Рейган Ответ не заставил себя долго ждать В июне в Советском Союзе были проведены крупнейшие в истории военные учения Во время семичасовых учений, охвативших огромную территорию Был разыгран сценарий полномасштабной ядерной войны С отработкой перехвата стратегических ракет У Советского Союза есть эффективное космическое оружие Такой ошламляющий вывод сделали американские военные В учениях были задействованы знаменитые истребители спутников Разработанные конструктором Анатолием Савиным Такое оружие в любой момент могло вывести из строя Американскую систему предупреждения о ракетной атаке Оказалось, что договор 1972 года в этой области Никак не ограничивал возможности сторон Именно этот факт стал главной причиной перехода гонки вооружений в космос 16 мая 1983 года, выступая по национальному телевидению Президент США Рон Эд Рейган объявил о развертывании программы Стратегическая оборонная инициатива Которая осталась в истории как программа звездных войн Представление о том, что это программа блеф Что это нереализуемая программа Я полагаю, это заблуждение Поскольку надо помнить, о чем сказал Рейган сразу А он сказал, что все работы мы не закончим в этом столетии И наверняка они будут продолжаться Три месяца спустя, 18 августа Новый генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов Заявил об одностороннем прекращении испытаний средств противокосмической обороны Но гонка вооружений в космосе уже началась 29 сентября 1983 года на пункт космического наблюдения Сербуха-15 Незадолго до полуночи поступил сигнал со спутника О старте с территории США четырех баллистических ракет Через 20 минут ракеты должны были взорваться на территории Советского Союза По инструкции дежурный офицер должен был немедленно позвонить лично руководителю страны Юрию Андропову Чтобы получить приказ об ответном ядерном ударе Высшее руководство страны должно в считанные минуты принять решение о подъеме своих ракет Но дежурный Станислав Петров принял смелое решение Не торопиться со звонком Немедленно после получения информации о старте американских ракет Включилась вся система противоракетной обороны Советского Союза Радиолокационные станции вокруг Москвы Станции космического наблюдения Спутники-разведчики в автоматическом режиме Стали перепроверять информацию Это жестко автоматизированная система Которая работает в боевом цикле без участия человека Меньше чем через три минуты после 30-ти кратной перепроверки информации Стало очевидно, что сигнал о пуске ракет ложный Это был единственный серьезный инцидент за всю историю существования отечественной системы ПРО Американская система предупреждения о ракетном нападении давала сбой трижды Но при совершенствовании этой системы преследовались и другие цели Американцы абсолютно открыто ставили перед собой задачу Изматывание экономики бывшего Советского Союза В той части, которая касается траты огромных ресурсов И интеллектуальных, и финансовых, и материальных На то, чтобы как-то реагировать на эти вещи И нужно сказать, что они, на мой взгляд, полностью добились тех задач, которые ставили перед собой В конце 80-х годов, в связи со значительным улучшением отношений между сверхдержавами Стало возможным военное сотрудничество нашей страны и США Прежде всего в сфере противоракетной обороны Мы провели с американцами уже три командно-штабных тренировки По противоракетной обороне театра военных действий То есть это компьютерные игры по совместной обороне В зоне своей ответственности для защиты войск, территорий 26 октября 1996 года Вашингтон, округ Колумбия, президенту США, секретно Из числа так называемых пороговых стран Вплотную приблизившись к созданию ядерного оружия Наибольшее беспокойство вызывают те, в которых активизированы работы по созданию баллистических ракет По нашим сведениям, в Северной Корее завершаются работы над созданием баллистической ракеты Тхепадонг Способной прожить цели на территории Аляски Директор ЦРУ В последние десятилетия 20 века американское руководство начало консультации с Россией о выходе из договора по фронту Главным аргументом американцев была возможность ракетной атаки со стороны так называемых непредсказуемых режимов То, что делается сейчас Соединенными Штатами в рамках национальной противоракетной обороны Является логическим развитием того, что было сделано в 83-м году Где американцы продемонстрировали определенные достижения в каких-то областях Но систему так и не построили Сдержана отрицательная позиция России в этом вопросе Объяснялась пониманием того, что выход из договора по ПРО Может стать прецедентом нарушения мирового стратегического равновесия К тому же, сохранив систему А-135 Россия смогла надежно защитить себя от одиночных ракетных атак Практически существует только реально наша система противоракетной обороны В других государствах ее нет Вы знаете, Соединенные Штаты Америки сейчас очень много вкладывают и финансовых средств И применяют научный потенциал и технологии для того, чтобы создать национальную противоракетную обороны Но реально ее еще нет В 1997 году, несмотря на экономический кризис последнего десятилетия На вооружение российской армии стали поступать новейшие мобильные комплексы стратегических ракет Тополь-М В их конструкцию заранее были заложены возможности преодоления любой существующей системы ПРО Осенью 1999 года над Тихим океаном состоялось первое успешное испытание американской противоракеты EKV Которая уничтожила баллистическую ракету Minitman Американская армия получила на вооружение эффективные противоракеты спустя почти 40 лет после успешного испытания такого оружия в Советском Союзе 11 сентября 2001 года Захваченные террористами пассажирские самолеты врезались в здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке Удар по мощнейшей мировой державе был нанесен совершенно неожиданным способом Соединенные Штаты Америки стали искать союзников в борьбе с международным терроризмом Через два месяца, 13 декабря, было сделано официальное заявление о выходе Америки из договора ПРО Главным аргументом стала опасность приобретения террористическими организациями ракетного оружия Развертывание американской национальной системы противоракетной обороны началось с активных консультаций с российской стороной Эта противоракетная оборона будет защищать и США, и нас, допустим, от каких-то непрогнозируемых режимов Которые приобретут в конечном итоге баллистические ракеты различной дальности И не исключено, что с оружием массового уничтожения Но на сегодняшний день никаких конкретных совместных программ в этой области реализовано не было В любом случае основа взаимодействия, как для американской стороны, так и для российской стороны Должен составлять принцип «Не навреди своему государству», то, что я назвал национальной безопасностью государства И это можно сделать, для этого надо иметь умную голову А умных голов у нас в государстве еще больше, чем достаточно В 2004 год опасность международного терроризма стала реальной для всех ведущих стран мира 3 апреля в ходе рабочего визита в Россию Президент Франции Жак Ширак по приглашению Владимира Путина Посетил совершенно секретный главный центр управления космических войск в Краснознаменске В числе прочих тем, на этой встрече обсуждалась возможность создания общеевропейской системы противоракетной обороны 20 лет назад ценой неимоверных усилий была создана уникальная система, надежно защищающая нашу страну от ракетных нападений из любой точки мира Технологии противоракетной обороны стали самым ценным приобретением, доставшимся нам в наследство от советской эпохи Именно они позволяют занимать России лидирующее положение в этой сфере и сегодня Но и в 21 веке именно противоракетные технологии остаются важнейшим элементом в конструкции мирового равновесия И гарантируют России статус мировой державы Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok